SCP-5917 Описание SCP-5917-1 представляет собой труп крылатого существа ранее неизвестного вида. На основе собранной информации предполагается, что это тело существа, известного как 12-й жезлоносец Кориадора. SCP-5917-2 представляет собой коричневый пергаментный свиток, содержащийся в неаномальном серебряном футляре. Попытки полностью развернуть этот свиток не увенчались успехом. При развертывании свитка количество неразвернутого пергамента остается неизменным. Считается, что длина свитка бесконечна. Все попытки взять образец пергамента со свитка не увенчались успехом, так как свиток, по всей видимости, невозможно порвать. Свиток похож на своего рода карту, содержащую последовательное соединение спиралей с разными подписанными точками вдоль них. Язык, на котором написаны подписи, изменяется на родной язык человека, держащего свиток. Некоторые подписи соответствуют известным фонду параллельным измерениям. Иллюстрации на свитке способны вызвать чувство сильного головокружения и потери равновесия у наблюдателя. Наблюдение через устройство, защищающее от когнитивных угроз, смягчает эти эффекты. Произнесение вслух названия одного из подписанных измерений переносит читателя в случайную точку названного измерения. Условия для жизни в данной точке всегда удовлетворяют нуждам субъекта. Те, кто использовал карту, несколько раз утверждают, что возможно перемещение в конкретное место при помощи силы воли. Длительное использование тире-2 изменяет физиологию субъекта на подобную тире-1. Продолжительное использование также развивает понимание множества языков, включая те, которых нет в лингвистической базе данных фонда. Ведется их документирование. Изменения, вызванные тире-2, усиливаются, если использование продолжается. Протокол обнаружения 1.3.20. SCP был обнаружен на Лос-Фаралоновых островах, расположенных неподалеку от берега небольшого рыбацкого городка Сан-Сибара, Испания. Жители Сан-Сибара сообщили о неизвестной лодке, находящейся в порту несколько дней, и обратились к властям, потребовав разъяснений. Поисковые группы фонда осмотрели территорию и обнаружили в лодке располагающееся пернатое существо высотой примерно 2.4 метра, обозначенное как SCP-5917-1. По всей видимости, существо получило несколько колотых ран перед смертью. На момент обнаружения передние когти существа держали тире-2. Отчет об инциденте 2.5.20. Исследователь Барнс рассматривал тире-2 через визор с меметическим фильтром в тот момент, когда с удивлением прочел вслух фразу «Паучий склад». Он немедленно переместился в измерение 12А3Б. Справка. Измерение 12А3Б. Измерение 12А3Б – это недавно обнаруженная реальность, представляющая собой систему подземных тоннелей, содержащих множество украденных предметов и похищенных людей, как живых, так и мертвых. Эти предметы были перенесены в измерения группы полуразумных гигантских паукообразных. По всей видимости, использующих неизвестный на данный момент метод межпространственного перемещения. МОК Сигма-2 «Кукурузный дозор» обнаружила это измерение 01.01.20. Во время расследования серии исчезновений в сельской местности Миннесоты. Они нашли много больших нор, схожих с теми, что выкапывают пауки семейства Ктенезады. Также известные как пауки-каменщики. Несмотря на отсутствие признаков полостей под землей, при проведении радиолокационных исследований был инициирован спуск в норы. Оказалось, что они были частью взаимосвязанной и подвижной сети тоннелей, в которых находились гигантские пауки и их жертвы. По неизвестным причинам многие жертвы были оставлены в живых и могли свободно перемещаться. В норах также находилось большое количество случайных на первый взгляд предметов. Эти предметы имели высокую финансовую ценность. Об их пропаже была уведомлена полиция штата Миннесота. Предполагается, что эти предметы были перенесены сюда гигантскими пауками, но задокументированных случаев хищения имущества пока нет. Обсуждается вопрос проведения поисково-спасательных работ в этом районе. Исследователь Барс оказался в относительно безопасном месте, но запаниковал в тот момент, когда услышал, как паукообразное существо приближается к нему. Он попытался защищаться, используя лежащий рядом барный стул в качестве импровизированного оружия, но затем понял, как работает SCP-5917-2. Он взял свиток и назвал дом местом назначения. Исследователь Барс вернулся в наше измерение, лишившись мизинцев и всей кожи на кистях рук. Вернувшись, он все еще держал тире-2 и барный стул, однако последний был запачкан его кровью. На тире-2 не было замечено пятен крови. Заживление ранений происходило в течение трех дней, но форма рук исследователя претерпела изменения. Протокол интервью 2-10-20. Доктор Накамура Агент Брикс, не могли бы вы повторить свой запрос? Агент Брикс Да, сэр, я бы хотел использовать SCP-5917-2 для проведения операции по спасению агента Уайта. Доктор Накамура Для протокола агент Брикс вы помните, что случилось с агентом Уайтом? Брикс Мы были окружены пауками. Агент Уайт отвлек их, чтобы остальные смогли выбраться. Он был объявлен пропавшим без вести. Накамура Вы осведомлены о том, что случилось с исследователем Барнсом, и что в настоящее время у нас нет способа вернуть его прежний вид. Брикс Да, я осведомлен. Накамура И вы также осведомлены о том, что в течение выздоровления исследователю Барнсу пришлось принимать седативы до полной отключки, потому что он не мог перестать кричать. Брикс Разрешите высказаться без формальности, сэр. Накамура Разрешаю Брикс Послушайте, я просто предлагаю сделать то, что бы сделал бы любой достойный солдат. Я не специалист, но это факт, что Барнс вытащил оттуда стул. Значит, я могу вытащить оттуда Джерри. И я знаю, что Джерри пожертвовал бы не только руками, чтобы спасти меня. Я не думаю, что смогу себя простить, если хотя бы не попытаюсь найти его. Длительная пауза Накамура Я не позволю вам сделать это без полного психического обследования. Брикс Благодарю вас, сэр. Отчеты проведения спасательной операции Кодовое название операции следопыт Руководитель Директор узкие Накамура Полевой командир Агент Роджер Брикс Агентов спасено Ноль Гражданских спасено Шесть Полученный урон Ожидаемая метаморфоза Психологическое обследование 2-2020 Агент Томпсон Вы понимаете, что вы не обязаны делать то, что вы предлагаете, агент Синг Брикс Док, при всем уважении, я знаю, что Пенни хочет как лучше Она все еще новичок Кроме того, она молодая и многообещающая Лучше посылать опытного человека вроде меня Чем кого-то, кто вполне возможно однажды будет ответственен за все мог Томпсон Агент Брикс Вы были ранены в бою Вы можете уйти из фонда в отставку прямо сейчас С полной инвалидностью Брикс Я не буду разбрасываться словами о том, что случилось с Док Вы хорошо знаете это Но я ни за какие коврижки не назову себя инвалидом Черт, я сейчас палю точнее, чем когда-либо Томпсон Это само по себе может быть причиной для беспокойства Брикс Послушайте, несколько выживших организовали там лагерь Ребята не промах Сказали, будут смотреть, не появится ли агент Уайт По правде, говорят, Джерри может выбраться оттуда, возможно, лишь благодаря мне Возможно, я даже смогу спасти много гражданских, пока буду там Томпсон Рад, что вы не лишились вашего небезразличия после того, что пережили Но как вы думаете, сможете ли вы быть беспристрастным в этой миссии? У вас там личные интересы Агент Брикс тяжело вздыхает, постукивая своими когтями по столу Брикс Если по-вашему лучше будет послать Пенни, я пойму Главное, что я солдат до мозга костей Приказы исполнять имею Вот мои пять копеек Томпсон Хорошо, хорошо Вы понимаете, что мы не имеем представления о том, что с вами случится после повторного использования карты? Брикс Вот нам не узнаем, полагаю Блин, да вы, может, не только услугу окажете И ко мне вернется шевелюра Но я готов расстаться с жизнью, если дело дойдет до такого Вот что значит быть оперативником Томпсон Хорошо, хорошо Отчеты проведения спасательной операции Кодовое название операции Закупка по акции Руководитель Директор Ускина Камура Полевой командир Агент Роджер Брикс Агентов спасено Агент Джеральд Уайт Гражданских спасено трое Полученный урон Небольшие рваные раны на спине агента Уайта Трансформация обеих стоп агента Брикса в когтистые лапы Возникновение перьев на руках агента Брикса Протокол интервью с агентом Пенелопой Синг 20-27-20 Агент Синг Я бы хотел им начать заявление о том, что агент Брикс всегда был и остается образцовым солдатом У меня нет причин полагать, что у него есть какие-то намерения причинять вред фонду Его задачам или самой нормальности Директор Накамура Я не чувствую ничего, кроме уважения к агенту Бриксу и его послуждому списку Однако, если вам есть о чем сообщить Агент Синг Да, дело в том, что он говорил во сне Это было в казарме, сэр Накамура Ночные кошмары, это не... Синг, он говорил не на английском, сэр Я знаю, что он не говорит на других языках Или не говорил Я не могу назвать большинство из них, но он сказал кое-что на латыни Накамура, и что же? Синг Необъяснимое, хорошего не сулит Пауза Накамура Понятно, мы будем следить за ситуацией Спасибо за донесение, агент Аудиозапись первых исследовательских записей касательно агента Брикса Говорит доктор Хофсет Дата 27.02.20 Личные записи После сообщения о необычной ночной активности Агент Брикс был подвергнут дополнительному тестированию Перья на руках несколько выросли Суставы едва заметно изменились Агент Брикс начал говорить на не менее чем пяти языках известных фонду И еще на нескольких неопознанных С психологической точки зрения эти изменения беспокоят агента Брикса Он разделяет наше беспокойство казательно своего состояния И заметил, что последний раз, когда он пользовался SCP-5917-2 Он не испытывал такой сильной тошнаты, как раньше К тому же он оказался ближе к планируемой точке появления Более психологических изменений не замечено Исследования продолжаются Запись брифинга агента Брикса 3.15.20 Агент Брикс Вызывали, сэ? Агент Брикс замолкает и встает по стойке смирно, заметив присутствие О5-6 Они познакомились ранее во время другой операции О5 Вольно, агент Брикс Директор Накамура Агент, мне уже самой неприятно просить вас об этом Но у нас есть миссия, которую вам предстоит выполнить О5 Эти идиоты из ГОК начали бой с дланью змея В экстрамерном измерении, известном как Библиотека странников Отряд МОК Сигма-3 собирал разведданные в этом измерении А теперь оказался в западне за чужой перестрелки Директор Накамура Мы даже не имеем понятия, как вы сможете определить их местоположение О5 Однако у нас нет другого способа вытащить их Короткая пауза Агент Брикс Где карта? Отчёт о проведении спасательной операции Кодовое название операции на пролом Руководителя 5-6 Полевой командир агент Роджер Брикс Агентов спасено 12 Гражданских спасено 0 Полученный урон Трое агентов убиты в бою Двое доставлены в критическом состоянии Агент Брикс был ранен в плечо ошибочным огнём со своей стороны Агент Брикс физиологически идентичен на SCP-5917-1 Лечение не требуется Потерянное снаряжение SCP-5917-2 Смотрите отчёт об инциденте для получения подробной информации Отчёт об инциденте 3-15-20 Камера видеонаблюдения направлена на истекающего крови агента Брикса Его голова идентична к голове гриф индейки Теперь он заметно выше Тело покрыто новым оперением Он вцепился в SCP-5917-2 Неповреждённой левой конечностью В его гнусавом голосе слышны нотки боли Клюв еле шевелится Он окружён выжившими членами МОК-Сигма-3 Которые направили оружие на него Агент Брикс Врача Здесь несколько раненых Агент Граймс Заткнись Куда ты нас затащил? Кто ты? Что ты такое? Директор Накамура Агенты, опустите оружие сейчас же Директор Накамура и агент Уайт попадают в объектив камеры Они привели с собой медиков Которые начали оказывать первую помощь пострадавшим Команда выглядит озадаченной Директор Накамура Это агент Брикс Окажите ему первую помощь сейчас же Медики обрабатывают рану агента Брикса МОК-Сигма-3 опускают оружие Агент Уайт Так-то лучше Вы находитесь в зоне 33 Скажите спасибо Бриксу за спасение ваших жоп Агент Граймс Из МОК-Сигма-3 Что? Откуда нам было? Директор Накамура Отложим разбор полетов А сейчас, если вы Слышно, как кто-то откашливается Ранее незамеченная сущность, похожая на большую птицу Попадает в поле зрения камеры На существе надето роскошное платье и шляпу-котелок На поясе заметен экземпляр SCP-5917-2 Неопознанное существо Доктор, можно вас на минутку? Все стволы в помещении направляются в сторону существа Неизвестное существо выставляет когти перед собой Этот жест можно расценить как «Постойте» Неопознанное существо Обойдемся без насилия Извините, доктор, но я боюсь, я вынуждена одолжить вашу ручку Директор вскидывает бровь Директор Накамура Кто вы? Неопознанное существо Милая леди, что желает взять вашу ручку и диктофон всего на пару минут Для протокола Прошу исключительно из вежливости Вы можете позволить мне использовать ее Или не знать ничего о том, что произойдет в следующие несколько минут Выбор за вами Директор Накамура Почему я должен вам доверять? Неопознанное существо Потому что я журналист Один из тех, кто отказался от своих стандартов красоты в пользу правды Если вы не знали, стать же злоносицей довольно непростая задача Так что там насчет ручки? После нескольких раздумий директор Накамура передает ей ручку Неопознанное существо Великолепно Мы вернемся с минуты на минуту Неопознанное существо и агент Брикс исчезают Запись службы безопасности Следующая запись была найдена в диктофоне ручки директора Накамуры Мы сделали все, что в наших силах, чтобы убедиться в достоверности записи Похоже, что никаких манипуляций записи не производилось Ни цифровых, ни магических, ни каких-либо еще Мы предполагаем, что неизвестная демонстративно одолжила ручку диктофон директора Накамуры Чтобы мы могли удостовериться в правдивости содержимого записи Аномальная природа записи и ее стенограммы По-видимому, являются основополагающей естественной частью вселенной Уровень угрозы безопасности, исходящий от этого эффекта, неизвестна Запись, извлеченная из ручки директора Накамуры Жезлоносица Ах, чудесно, она полностью заряжена Говорит четвертая жезлоносица Шелона Избранный арбитр нашей благородной гильдии Я опубликовал много замечательных статьй в нашей газете Которые вы можете приобрести в библиотеке странников Или в любом другом измерении, где есть хорошее межпространственное издательство Повторю специально для Картера Хорошее межпространственное издательство Ваша корпоративная пропаганда никому не нужна И мы продолжим отказываться от предложения разместить вашу рекламу Агент Брикс Где мы? Что ты? Ох Жезлоносица Советую попить чаю, это поможет вашему выздоровлению Любезный Маловероятно, что такое полевое отверстие принесет проблемы в будущем Но нет нужды ждать пару дней, пока она сама по себе затянется Агент Брикс Я в порядке, спасибо, мои братья Жезлоносица Ваши сослуживцы будут жить Вы вовремя подоспели А у фонда есть такие лекарства, которые сделают их ранение сущим пустяком Мне жаль тех, кого вы потеряли Недавно я лишилась брата, так что я понимаю, каково это Агент Брикс Как ты смеешь сравнивать это с... Жезлоносица Мистер Брикс, я бы попросил вас не посягать на мой титул Мы тоже рискуем многим ради спасения других Уверяю вас, 12-й жезлоносец Кардиадора Ставил на кон свою жизнь и здоровье снова и снова Ради несения знаний в мультивселенную Много агентов пустоты пало перед его когтями Многие перед словами Агент Брикс Так, а что же он делал в Испании? Жезлоносица Ах, кто-то начал задавать вопросы ближе к делу, не так ли? Мы еще сделаем из вас исследователя всего сущего К несчастью, вы узнаете лишь это с выпуском внутреннего аудита газеты через 37 лет В любом случае, это сейчас не так важно Агент Брикс А что же тогда важно? Ваше высокопревосходительство Жезлоносица Тот факт, что в настоящий момент вы владеете картой моего брата И вы более чем доказали, что достойна ее Вопрос в том, нужна ли она вам Агент Брикс Смею предположить, что быть ужасным монстром-стервятником будет не единственным моим обязательством Если я соглашусь Жезлоносица Я бы не стал называть нас ужасными любезной Красота в глазах смотрящего Лично я вижу необычайную прелесть в этой форме Что позволяет мне пережить столько проблем в стольких местах И все же вы правы Это несколько отдаляет нас от ваших собратьев-людей Сие отдаление вкупе с боли физических изменений Есть цена, которой вы платите, чтобы продемонстрировать свою готовность Брикс Готовность к чему? Жезлоносица Готовность не допустить жизни мы очам затеряться в пустоте Несомненно, вы доказали, что способны на первое Но меня беспокоит нехватка преданности второму Брикс Преданности взглядом? Жезлоносица Именно Как вы говорите? Амнезикиация Ох, неприятная у вас речь Бедные транскрипторы В любом случае вы были не против удаления воспоминаний взглядов Гражданских, которых вы спасли В нашей организации подобное позволяется лишь в ужаснейших случаях Брикс Я поклялся себе защищать нормальность этого мира Кроме того, эти воспоминания не принесли бы ничего, кроме боли Слышен негромкий вздох Жезлоносица Даже если вы не вынесете ничего иного из этой беседы, знайте, что болезненные воспоминания полезны Они делают вас сильнее и приближают к пониманию тех, кто страдает Брикс Я понимаю, что вы имеете в виду, но я придерживаюсь своих убеждений Жезлоносица Полагаю, это так. С тем же успехом я могла бы объяснять это механитом или кому-нибудь из верующих в голод Тем не менее, знайте, что вы как минимум заслужили мое уважение Возможно, вы передумаете через несколько тысячелетий Стоит ли мне отправить вас обратно к вашему директору? Брикс Я думаю, так будет лучше Жезлоносица Хорошо, я позабочусь о вашей карте Она будет в безопасности Окажите мне одну услугу Нужно вернуть ручку Запись службы безопасности С этого момента никаких условий содержания по отношению к Бриксу не требуется Он на нашей стороне